Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И как всегда мы говорим коротко о важном. Сегодня гость в нашей студии, генеральный директор некоммерческой организации, целевой фонд будущих поколений Сергей Месников. Сергей Васильевич, я вас приветствую. Добрый день. Сергей Васильевич, следующий год для вашей организации юбилейный. Фонду исполняется 25 лет. С каким настроением встречаем этот год? Какие цели ставим? Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, мы в 2014 год провожаем солидным багажом выполненных работ, достигнутых целей и задач. Одними из основных целей, которые мы, скажем так, вместе с нашими партнерами правительства республики достигли, это увеличение количества привлеченных средств в целевой фонд будущих поколений. Если в 2016 году объем пожертвований в некоммерческой организации целевой фонд достигла 584 миллиона рубля, то за 2017 год фонду будущих поколений было пожертвование от недропользователей 865 миллионов рублей. То есть на 300 миллионов рублей уже больше мы привлекли для повышения благосостояния жителей республики. Я думаю, что это одно из наших самых больших достижений, потому что этот показатель показывает, что нашему фонду доверяют, доверяют целой республике, недропользователи, которые осуществляют работу на территории республики. Они знают, что вкладывая деньги в фонд будущих поколений, в улучшение жизни якутиан, они добиваются целой лояльности жителей к этой компании, к недропользователям и так далее. Во-вторых, мы сумели реализовать за 2017 год очень много проектов различного характера и направления. Это начиная от стройки социальных объектов, я о каких объектах еще скажу позже, реализация социальных проектов в области здравоохранения, физической культуры и спорта, искусства, музыки, охраны окружающей среды и так далее. И мы сегодня, подводя итоги, говорим о том, что все цели, которые мы ставили в начале года, они достигнуты. — Сергей Васильевич, 25 лет все-таки это серьезный возраст для организации. Понятно из вышесказанного, что достаточно больший объем средств привлекается, и это, конечно, показатель. Но вот что изменилось за эти 25 лет? Самые такие яркие моменты. То есть тогда ставили задачи какие-то, да, и сейчас, конечно, они более грандиозны. Сравнение проведите, пожалуйста. — Действительно, 25 лет назад у нас был создан фонд будущего поколения указом президента республики Михаила Евгеньевича Николаева. Тогда еще параллельно вышел указ президента России Бориса Николаевича Ельцина о том, чтобы дать согласие республике на формирование фонда, где будут аккумулированы денежные средства от выручки алмазных активов. И эти средства, в свою очередь, будут направлены на улучшение жизни жителей республики. Сегодня, конечно, многое изменилось в работе фонда, в целом восприятие фонда. За эти годы очень много проделано фондом. Все те социальные объекты, которые были построены, они сегодня функционируют. Далеко за примером ходить не надо. Это те же объекты Саха-Цирка, Элейботра, Модон, спортивные объекты по всей республике. Это 66-й корпус Якутского госуниверситета, это улусные педколледжи. Практически во всех улусах были реализованы профинансированные и завершены объекты образовательного характера. Это солидный багаж. Он сегодня позволяет, скажем так, жителям республики пользоваться теми благами, которые, в свою очередь, фонд посеял по всей республике. Что касается изменений, то сегодня же, конечно, жизнь ставит новые условия, новые требования. Мы, если раньше фонд финансировал в большей степени объекты капитального характера, то мы сегодня упор пытаемся делать на мероприятия социально ориентированного характера. То есть не только объекты капитального строительства, но и это пытаемся через общественные организации, привлечь внимание общественные организации на ту или иную проблему, на проблемы экологического характера, на образование. Проводим конкурсы и гранты среди некоммерческих организаций, образовательных учреждений по тем или иным тематикам. И это позволило нам консолидировать мнение общественности вокруг той или иной проблемы и в дальнейшем в своей работе учитывать эти интересы уже на практике. Скажите, а за счет каких средств в основном в большей степени пополняется все-таки фонд? До 2017 года основным источником, наверное 100% источником, на 99% было пожертвование компании «Алроса». В 2017 году удалось нам привлечь крупные пожертвования от крупных недропользователей. Я уже говорил, что это мы считаем нашим основным достижением. Это компания «Роснефть», благодаря соглашению, которое заключено между главой республики и компанией «Роснефть» с Сечиным Игорем Ивановичем. Они приняли согласие на то, чтобы профинансировать фонд будущих поколений на строительство Малой академии наук в Хангаласском Лусе. Это уникальный объект, объект образовательного характера, направлен на то, чтобы дети получали возможность проводить какие-то научные исследования в стенах. Это Малая академия, и имели возможность сотрудничать с другими ведущими научными учреждениями школьного уровня и так далее. И Малая академия наук сегодня уже за 2017 год пожертвовала нам 45 миллионов на разработку проектно-смертной документации. На 2018-2019 годы также мы заключаем соглашение, по которому они будут финансировать всю стройку этого уникального объекта. Во-вторых, вернее, в-третьих, это компания «Газпром». Она в 2017 году пожертвовала нам 120 миллионов рублей на объект, вы знаете, это «Россия. Моя история», объект федерального уровня, который направлен на воспитание патриотизма среди подрастающего поколения. И мы за довольно короткий срок вместе с партнерами с компанией «РИК», с правительством республики, с фондом гуманитарных проектов города Москва сумели реализовать. И сегодня этот музей полноценно функционирует как объект культуры. Скажите, пожалуйста, если посмотреть, в большей степени объекты сконцентрированы, наверное, скорее в центре все-таки, в Якутии, в городе. Как обстоят дела на местах? Особенно, конечно, крайний север интересует. Какую помощь получают там? Да, действительно, не стоит скрывать, что поскольку у нас одна треть населения проживает здесь в центре, в городе Якутске, мы, скажем так, такие масштабные объекты, они проектируются и строятся здесь, на территории города Якутска. Но, тем не менее, мы не забываем о территории всей республики. Я уже говорил о том, что деятельностью фонда будущего поколения охвачены абсолютно все муниципальные образования. К примеру, в 2017 году мы начали строить объекты в Абыйском лусе. Это школа в селе Абый Абыйского луса. Это строительство культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка Верхнеколымского района. Далее мы продолжаем строительство крупного объекта в Верхоянском лусе в поселке Батагай. Это больничный комплекс. По сути, он будет своего рода большим медцентром на территории Арктической зоны, где будут не только из Верхоянского района, но и из ближайших Арктических районов будут поступать клиенты, пациенты. То есть, с современным оборудованием не обязательно нужно будет ехать в город Якутск, чтобы получить качественную медицинскую. Совершенно верно. Можно будет проходить лечение в стенах этого больничного комплекса. Грандиозные планы, действительно. Скажите, в стране завершается год экологии. Вы чуть выше говорили о том, что как раз ваш фонд тоже направлен и в эту область, занимается определенными проектами. Расскажите, какие мероприятия были проведены в связи с годом экологии? Да, мы в начале 2017 года вместе с министром охраны природы Сахамином Милановичем встретились, обсудили точки сотрудничества, план мероприятий набросали. И за 2017 год буквально месяц по три-четыре крупных мероприятия реализовали. И среди них это конкурсы среди муниципальных образовательных учреждений по тем или иным экологическим проектам. Выявилось о том, что наши школы очень интересуются, в том числе школьники интересуются темой экологического характера. И направляли нам свои проекты на цели на то, чтобы тем или иным образом улучшить свою окружающую природу. Мы проводили конкурсы среди общественных организаций, активно участвовали общественные организации именно природоохранного характера, вносили свои предложения. И также... А вот именно какие, что было сделано? Вот, ну, например, к примеру, взять намский УЛУС, они вышли к нам с инициативой обустроить озеро вокруг села. Озеро, оно, ну, находилось в таком состоянии, заброшенном, мягко говоря, да, но в результате их предложения было обустроено это озеро, была построена тропинка, значит, зона отдыха с тем, чтобы дети ходили, смотрели озеро, там, фотографировались какие-то вот креативные, там, были стенды нарисованы и так далее. И сегодня этот проект, например, уже функционирует. Известно, что фонд, немножечко вернемся к строительству объектов, известно, что фонд будет финансировать строительство большого центра «Дети Арктики» в Якутске. Расскажите, пожалуйста, что это за центр, сколько, ну, можно ли говорить об этом, какие средства будут направлены на строительство его, ну, поподробнее. Действительно, по инициативе главы республики нашим фондом принято на, скажем так, вооружение, финансирование и строительство международного центра «Дети Арктики» по линии Министерства образования. Этот объект, он направлен также на подготовку детей к различным соревнованиям международного уровня. Кроме того, на этот объект будут приезжать не только дети из школ республики, но и будут приглашены для участия в каких-либо мероприятиях, соревнованиях из стран арктической зоны. Да, то есть, Дания, Ислания, они будут приглашаться на те или иные мероприятия и совместно с нашими детьми будут конкурировать в тех или иных областях. Какого характера это учреждение? Это, прежде всего, прикладное исследовательское учреждение, чтобы дети те знания, которые они получили в стенах школы обычной, имели возможность подкреплять уже практическими навыками, путем лабораторных исследований и так далее, подкреплять уже знания. И, конечно же, это позволит нашим детям конкурировать с ведущими международными институтами и учреждениями, чтобы уже к возрасту ребенок имел довольно солидные навыки для того, чтобы конкурировать успешно на международном уровне. Скажите, а воспитанниками этого центра смогут быть все желающие? Ну, что нужно для того, чтобы стать учреждением? Да, это будут абсолютно все дети, которые проявляют интерес к науке, к образованию. Это все дети, у которых есть какие-то способности в любой сфере, будь то наука, техника, культура, спорт и так далее. Они получат все возможности приехать сюда, в Якутск, и пройти подготовку в стенах международной школы «Дети Арктики». Это, наверное, будет огромный центр, да? Площадь уже известна? Да, сегодня идет проектирование этого объекта. Примерная стоимость, которая указана в техническом задании, это 700 миллионов рублей. А площадь, ну, огромное здание, да? Площадь огромная, но площадь земельного участка, это по сути 5 гектаров земельного. Благодарю вас, Сергей Васильевич, за беседу. Нашим зрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был генеральный директор некоммерческой организации Целевой фонд будущих поколений Республики Саха и Якутия Сергей Месников. Оставайтесь на нашем канале, всегда обсудим все самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова